Добрый день! Я Марьян Башимова, архитектор-дизайнер. В этом видео я хочу рассказать вам про авторский надзор. Это основное закулисье красивых интерьеров дизайнера. Сегодня я на объекте у Станислава Орехова. Станислав Орехов владелец собственной студии, организатор, арт-директор, а также у Станислава своя школа, где он отдельно тоже рассказывает и про авторский надзор. И сегодня я бы хотела, чтобы он рассказал про свой объект, как он ведет работу, какие процессы, какая структура последовательна на примере своего очень большого, красивого, шикарного объекта. Стас? Да, конечно. Спасибо за приглашение. Буду рассказывать. Я работаю над дизайном интерьера. Вообще в этой профессии более 10 лет. И мы пробовали совершенно разные способы ведения проекта. У нас были эскизные и авторский надзор с комплектацией совмещенные. И в итоге в нашей студии мы пришли к разделению всех стадий на отдельные составляющие. То есть у нас есть отдельный дизайн-проект. Сначала мы обязательно завершаем все рабочие чертежи, делаем подбор материалов, подбор мебели. И потом переходим на стадию реализации. В стадии реализации мы делаем авторский надзор. Дизайнер приезжает и смотрит, так ли делают строители, как задумал сам дизайнер-архитектор. Также у нас есть комплектация. Комплектация заключается в том, чтобы выбрать уже окончательно, утвердить стоимость и привести на объект все финальные материалы и мебель, которую клиент купил и выбрал. Также у нас есть управление строительством, потому что кто-то должен отвечать за то, что происходит на стройке. Дизайнер это делать не может. Это делает менеджер, либо менеджер-дизайнер, либо если их нет, то сам клиент. Соответственно, для того, чтобы все на стройке было в одних руках и все было подконтрольно, желательно отдавать в работу студии, либо дизайнеру, который осуществляет все эти типы услуг. Сделал проект, делает авторский надзор, ведет комплектацию и управляет стройкой. В этом случае проект получается таким, как задумывал его дизайнер. Ошибки они, конечно, будут, но они будут минимизированы. Если клиент будет делать все это самостоятельно, то, скорее всего, он просто вместо своей работы будет делать работу дизайнера. Это не всегда полезно и не всегда нужно. К сожалению, очень часто клиенты не понимают до конца, из чего состоит работа дизайнера, как делается правильно авторский надзор и управление строительством. И это ведет к большим денежным потерям и проблемам уже дальше на стройке, на ведении проекта. Вот здесь, где мы сейчас находимся, был чердак. То есть расстояние было вот примерно такое, чуть-чуть выше или примерно в человеческий рост. Клиенту было жалко терять это пространство и решили просто все поднять, сделав здесь дополнительную зону. Ну и вы видите, что получилось. Чердак утеплили, то есть сделали кровлю, сделали утепление, зашили подшивы, сделали вот такие вот балки в стиле шале, перенесли сюда камин отдельно, сделали специальную трубу немецкую, заказали. И вот получилось такое пространство, очень геометричное, очень архитектурное. Оно полностью окружено стеклами и отовсюду идет свет. При этом мы видим с левой стороны, если смотрим большую зону, большую площадку, которая очень красивая, открывается вид замечательный. С правой стороны у нас открывается вид на лес. И по центру здесь планируется сделать хозяйскую спальню, два санузла, абсолютно интересное, симметричное решение. И именно архитектор на проекте придумал, как это можно сделать, и строительным методом удалось все это воплотить. Замечательно, здорово получилось. Я бы хотела, чтобы ты рассказал немножечко и про камин, какие были сложности. Я уверена, что были сложности, без этого никогда не бывает. И рассказал про кирпич, потому что очень многие хотят именно такой кирпич, вот такой составленный, красивый. И про крышу, кровлю, балки. Отлично. Три вопроса в работе. Камин, кровля, кирпич. Давайте начнем с кирпича. Кирпич действительно очень такой интересный и прикольный. Стоит он не очень дорого. И на этом кирпиче, по сути, построено много в этом доме. Мы купили кирпич на Авито, 30, по-моему, или 28 рублей. Вот такой вот практически, как он есть, как он здесь видится, он такой и был. Его нужно было чуть-чуть просто очистить от известки вот этой, в которой он был. Я правильно понимаю, это уже кирпич где-то использовался? Да, это кирпич со старых разобранных советских и дореволюционных каких-то объектов, которые сейчас ломают и продают, по сути. И основная ценность этого кирпича, очень часто можно увидеть, что вычищают вот эту всю известку до красного состояния. Это не очень хорошо. То есть именно ценность именно вот в этой известке он предоставляет. Маленький такой строительный момент. Да. Вот сейчас все заказчики, дизайнеры, есть такая у нас облицовочная кирпич. То есть когда вот там вот небольшой, тоненький кирпич и тому подобное. Вот чтобы такой заложить кирпич, его нужно заложить именно на этапе стройки. Конечно. И на этапе отделки. То есть мы говорим не совсем про отделочные работы, мы говорим про общестроительные работы, когда это декоративные элементы закладываются сразу, сразу в процессе строительства. В этом вот можно сказать особенность всего этого дома, что он был не просто отделан и подготовлен к красоте, а именно строился. Строился сразу, чтобы это было красиво. Такая маленькая отступление. Все верно, ты говоришь правильно. И здесь нужно понимать действительно, что за материал. И здесь применено, кстати, два способа. И отделочный материал, и строительный материал из одного и того же кирпича. То есть если мы посмотрим на стены, те стены, которые можно было сделать несущими, их сделали из полноценного вот этого несущего кирпича. Он, кстати, очень тяжелый, и продавцы не рекомендуют использовать такой кирпич полнотелый в домах. На самом деле делают они для того, чтобы у них покупали просто плитку, которая в 5 или в 10 раз дороже. Они на этом зарабатывают. Мы поступили здесь следующим образом. С перекрытиями все в порядке, это все выдерживает. Если вы покупаете этот кирпич, там, где это несущие стены, в данном случае перегородка между санузлом и комнатой, и камин тоже сделан из этих кирпичей, они выкладываются в ряд. Там, где это у нас около стен, чтобы не брать больше пространства от стен, мы просто взяли этот кирпич и напилили. То есть покупается станок болгаричный, ставится один человек, и просто пилятся вот эти вот образцы, и с помощью этих образцов облицовывается стена. Таким образом кажется, что вот здесь она полностью из цельного кирпича. Вот такой эффект, он один и тот же получается кирпич, но применен и в строительном методом, и методом облицовочным. Еще две особенности при работе с кирпичом. То есть первое, это можно купить и напилить спокойненько, не надо за дорого покупать. Второе, монтаж, конечно, достаточно дорого, его нужно аккуратненько укладывать. Но самое главное, тут две еще составляющие, это затирка. Мы очень долго подбирали именно правильную цементную смесь, чтобы она была гладкая и в то же время выглядела натурально. Также очень важно именно финальное покрытие. То есть для того, чтобы он и не блестел, и при этом, чтобы запечаталась вот эта вот белая вся штукатурочка, чтобы она оставалась, но при этом не осыпалась. Вот эти две составляющие, они крайне важны, если будет желание, я могу дать правильные артикулы, правильные смеси под этим видео, сможете использовать, в этом секретов нет. Были ли ошибки, связанные с кровлей, и как это все решалось? Да, здесь, естественно, тоже у нас мы не избежали ошибки. Здесь вот если присмотреться, ну только те, кто знает, наверное, кто будет долго изучать, здесь у нас произошло смещение центральной оси примерно там на 3-4, может быть, 5 сантиметров. Произошло это, ну в принципе потому, что дом он немножко неравномерный, трапециевидный, вот, и нужно было, естественно, привязываться. Это сделано не было, но это такая жертва, то есть, конечно, можно было на заводе все сделать, заказать индивидуально, все там просчитать, промерить, но каждое движение стоит денег, поэтому здесь важно было в том числе и сэкономить. Ну, поэтому эти, там, просчет в виде 5 сантиметров мы будем исправлять уже дизайнерским способом, там, сделав специальную работку. Ты считаешь, что это все-таки просчет? Ну, тут нельзя так сказать, просчет это или не просчет, это случилось. Можно ли это было предусмотреть и избежать каким-то образом? В тех ситуациях, как это делалось, нет, нельзя. То есть, ну, у нас и время поджимало, и уже там все было готово. Ну, то есть, мы лучше не могли здесь делать, хотя мы этим занимались. Еще одна очень важная деталь – это свет. Вот у нас сейчас подсветка идет, подшивы хорошо светятся, а вот, я не знаю, если видно, или отдельно потом посмотрим, нижний край балки, он блестит. То есть, когда ты находишься по центру, ну, условно, лежишь на кровати или смотришь, у тебя будет прямо перед глазами отблеск от света. Так делать нельзя. То есть, здесь по-любому нужно перекрашивать, менять краску, тон, может быть, оставлять, но должна быть фактура другая. Вот это предугадать очень-очень сложно. То есть, это решается уже всегда по месту? Всегда по месту уже на готовом освещении, и это являются финальными покрытиями, правильно? Которые нужно делать, как и любую краску, любой цвет подбирается уже на объекте. Это очень сложно заложить именно в проект. Это всегда смотрится и проверяется в зависимости от того, какое освещение, какое искусственное освещение. Цвет и свет, да. Абсолютно все покрытия дают свои особенности в разном месте. Поэтому невозможно заложить в проект. Всегда лучше, чтобы дизайнер это посмотрел. Дизайнер, архитектор, тот, кто следит за... Да, практически невозможно. Существует такое понятие, как примерка. Вот сейчас мы находимся, по сути, вот в такой примерке. Здесь уже можно находиться, тут включен какой-то свет, здесь есть покрытие. И, по сути, мы сейчас можем как раз-таки принять решение, что что-то надо перекрасить, что-то надо изменить. Сейчас это не так дорого. А наоборот, даже вот мы увидели ошибку, ну ладно, это будет стоить не так много. И пока рабочие здесь, это несложно будет сделать, когда уже завезут всю мебель, штори. Вот мне опять хочется Стаса поправить, что опять он называет это ошибкой. Это не ошибка, это процесс, без которого нельзя никак обойтись. На самом деле, да. Действительно, Стас настоящий перфекционист. Это не исправление, это дополнение. Всегда проект живет, проект дышит, его нужно доделывать, додекорировать. И всегда по ходу движения, всегда что-то добавляется, и всегда чуть-чуть меняется. Невозможно сделать сразу идеально. Хороший дизайнер, он всегда стремится, естественно, к большему. И здорово, когда хороший дизайнер нашел хорошего понимающего клиента, где, может быть, клиент его где-то даже и остановит. Какой бы дизайнер ни делал замечательный проект, как бы он его не гарантировал, всегда проект встречается с жизнью. А в жизни, к сожалению, ошибки на любом проекте, они неизбежны. И задача дизайнера на авторском надзоре их найти и вовремя остановить, заставить переделать либо строителей, либо предупредить клиента, что ошибки будут. Вот посмотрим конкретный пример. Здесь уже финальное покрытие, пол, здесь слив стоит, и стены сделаны в виде кирпича. Но какая здесь проблема возникла? Не ровно стоит слив. Разница примерно 2-3 сантиметра. И от чего она пошла? Очень просто. Когда пришел строитель, он то ли забыл, то ли не знал, то ли чертеж не посмотрел. Но по факту получилось так, что он отсчитал центр не от кирпича, не от финальной отделки, а от стены, которая была. Соответственно, он положил вот эту штуку. Каждый метр, между прочим, стоит 1000 рублей, только материала. 4000 рублей, плюс там работа, в общем, все на круг, это там выходит в двадцатку. Это нужно будет по-любому переделать. И эти затраты ложатся как раз-таки на строителей, ну, там, либо на дизайнера, если он ведет управление строительством, либо авторский надзор. Все это говорит о том, что, чтобы сделать качественно, за этим надо смотреть. И дизайнеру тоже нужно понимать, что если он уже берет на себя управление строительством, либо ген подряд, то за такие переделки он тоже будет платить сам. Стас, вот сейчас мы находимся в такой очень большой комнате. Расскажи про ее назначение. И самое интересное, что сразу бросается в глаза, это вот назначение вот этой емкости. Такое встречается довольно редко. И мне бы хотелось, чтобы ты рассказал и как это будет использоваться, и особенности непосредственно. Потому что это действительно интересно. Ну, эту штуку мы делаем тоже в первый раз. Эта емкость, здесь она утоплена примерно сантиметров на 15, но будет еще подниматься сантиметров на 50. Это зона зимнего сада, мы сейчас находимся. И здесь, естественно, двусветное пространство. Вот это лофт-лестница, которая ведет наверх. И выход на веранду летнюю с видом на лес. Здесь много очень света. И единственный минус данного дома в том, что не очень хороший вид на парковку, на какие-то административные здания, на въезд. В общем, желательно вот эти первые два окна каким-то образом задекорировать. Было принято решение, одновременно и полезное совместить с приятным. В данном случае будут высажены высокие деревья, примерно 3,5-4 метра, которые закроют и низкие деревья, тире пальмы, которые закроют с собой весь нижний ярус. Ну, естественно, оставив пропуск света, но вот вплотную подойти нельзя будет, посмотреть, что там находится. И люди, соответственно, с парковки тоже с проезжей части не будут видеть, что здесь находится. И вся вот эта конструкция, она будет до, ну вот где видно вот эту зону, практически до окон. Происходит следующим образом. Здесь сделана изоляция, гидроизоляция, сливы. Будет подниматься здесь металлический, боковая часть металлическая. И, скорее всего, будет, еще пока не решили, принимаем решение, но, скорее всего, будет обшиваться ониксом с подсветкой. То есть, оникс такой древесный будет, да. То есть, такая будет интересная конструкция. Здесь будет земля насыпана до радиаторов. И автоматический полив будет здесь поддерживать. До радиаторов это где-то 30 сантиметров, правильно? Да, ну да, где-то так. Может быть, ну да, 30, наверное, от стены. Вот. И вся эта конструкция, она будет земным садом. По центру, еще думаю, будет, наверное, либо какой-то водоем, либо аквариум. Ну, что-то будет с водой связанное. И воду все-таки нужна циркуляция воды, правильно? Здесь будет просто земля, да, и она поливается. И излишек просто уходит в канализацию. Излишек, если есть. Понятно, все. А у нас здесь уже все продумано, все заложено. Хочу акцентировать внимание на очень интересном архитектурном элементе. Мы решили сделать лестницу в виде металла, так как здесь стиль лофт и подразумевает какую-то такую брутальность. Стали искать по рынку, ну, как архитектора и комплектатор. Получалось так, что вот эта вся конструкция, ну, минимум полтора миллиона стоила. Клиенту это не устраивало, хотелось найти что-то подешевле. Ну, подешевле там либо деревянное, либо канатом можно залазить. В данном случае вся вот эта конструкция, она стоит 160 тысяч рублей, потому что мы заказывали ее на заводе, на котором идет не за изделие, а за тоннаж. То есть ты можешь выпилить что угодно. Давай чертежи, и за тонны просто тебе отгружают. Монтаж этой лестницы силами строителей стоил 120 тысяч рублей. Почти в три раза меньше удалось все это реализовать. Важно было заплатить еще конструктору и архитектору, чтобы архитектор спроектировал, чтобы это было красиво, все болты и сочленения, а конструктор сделал так, чтобы это было прочно. Вот при этом еще должен быть менеджер для того, чтобы их всех соединить. Вот такой вот как бы внутренний проект внутри проекта, он позволяет и дизайнерской студии заработать на этом, показав клиенту, как это можно сделать и взяв деньги за свою работу. Привести, реализовать, при этом клиент экономит в два, в три раза. Стас, я хочу, чтобы ты рассказал о том, как все-таки происходит у вас процесс, как часто появляется дизайнер на стройке, как он все фиксирует, как это передается заказчику, делаете ли вы фотофиксацию и как все это отражается в документах. Могу рассказать сначала про авторский надзор и потом про комплектацию и управление строительством, как это все совмещено. На авторском надзоре это договор с клиентом, дизайнер выезжает на местность, на объект, один раз в неделю. В этот день должны приехать на объект все заинтересованные подрядчики, то есть мы их всех приглашаем. Если кому-то нужно согласовать выкрас, допустим, дерево или плитки, или еще какого-то материала, они приезжают и дизайнер один раз в неделю согласовывает все материалы. Также дизайнер смотрит над тем, чтобы то, что выполняют строители, оно соответствовало задумке дизайнера и дизайн проекта. Стенки правильно ли стоят по плану, то есть это все он проверяет. Ни в коем случае он не проверяет технические части, на это есть технический надзор. Даже если он знает, он может как бы намегнуть, что что-то не так, но это не его работа, он не может брать на себя ответственность, потому что если он это возьмет, потому что что-то будет не так, ему вспомнят. Очень важно, мы считаем, что каждый должен делать свою работу на своей должности. Дизайнер, естественно, делает фотофиксацию, фотофиксацию отправляет клиенту, и дизайнер ведет журнал авторского надзора. В журнале авторского надзора дизайнер смотрит и записывает все те косяки или проблемы, которые возникли, которые обсудили, либо что не соответствует. Но очень важно, что мы никогда не говорим строителям, что надо делать. Мы не имеем на это функции и права в рамках авторского надзора. Этим занимается указание, что нужно делать, строитель с клиентом сам, либо строителя с управляющим стройкой. Это либо представитель клиента, либо наш же менеджер, который отдельно еще является представителем клиента, имея от него доверенность. То есть дизайнер отделен от всего этого процесса, дизайнер, творческий человек, человек, отвечающий за проект, автор, и он его слушает для того, чтобы понять, в том ли направлении мы двигаемся. А все технические моменты решаются в рамках еженедельного совещания. Это управление строительством, менеджмент проекта. Выделяется отдельный человек. У него есть чек-лист на то, что должно быть сделано за эту неделю. Все подрядчики, не только строители. Строители, подрядчики, все действующие лица на объекте. И следующую неделю он просто смотрит и проверяет, все ли сделано. Если да, то хорошо принимает работу. Если нет, то почему кто виноват. Если вообще человек пропал, ну его быстренько меняют. То есть задача управляющего стройкой следить, быть представителем заказчика и смотреть, чтобы все было хорошо. На эту должность клиент тоже нанимает, в том числе может и дизайнера нанять. Поэтому по-хорошему на объекте, всегда работают три специалиста с нашей стороны. Это управляющие стройки, как правило, это менеджер, он же может быть помощником дизайнера. Работает сам дизайнер, который делает свою работу. И работает комплектатор, задача которого привести, согласовать, выбрать все материалы, чистовые, мебель, сантехнику на объект вовремя, чтобы это было адекватно строительному графику. Если происходят изменения, какие-то дополнения, то эти изменения и дополнения тоже обсуждают с клиентом. И если нужно что-то поменять, то меняют уже дизайнер. Либо с дополнительную плату, если это изменения произошли, либо бесплатно, если это была какая-то ошибка, либо недоработка, долги какие-то, может быть, с дизайн-проекта. То, что решили пока тогда не делать, но сейчас пришло время сделать. Например, не выбрана плитка в санузле или ванной. А сейчас вот выбрали, ну и дизайнер, раз тогда обещал доделать, он доделывает. Вот этим всем занимаются специалисты. И если это делать регулярно, если у каждого есть свой документ, свой процесс работы, здесь, опять же, ошибки все равно будут. Важно, что будет понятно, кто за них ответственный, как отвечает, и как быстренько это все дело решить. То есть задача – минимизировать риски. Авторский взор ведется один раз в неделю. Скажем так, после того, как уже пришел дизайнер, посмотрел, сделана ошибка фундаментальная, скажем, и за неделю там наделана, доделана и тому подобное. Считается ли это ошибка недосмотром именно дизайнера, или это ошибка именно строителей? То есть через неделю опять дизайнер появляется, говорит, вот здесь вот сделана ошибка, здесь сделана неправильно, и как вы потом расцениваете, рассматриваете вот подобные ситуации. Ну, ответ на этот вопрос зависит, смотрю, какая ошибка. Если дизайнер померил, допустим, поставили стены строителей, говорит, принимайте, товарищ заказчик. Дизайнер приходит, померил, но сам ошибся. То есть, естественно, то все, что дальше произошло, это именно дизайнер, потому что он не выполнил свою прямую обязанность, а именно не промерил. Если там дизайнер что-то не посмотрел, а строители начали делать без согласования, как правило, мы просим, мы не можем этого требовать, но мы просим строителей, чтобы они, каждый из стыков, которые делают, либо узлов, перед тем, как всю стену укласть или весь объект закладывать, покажи, как ты метр квадратный положил, и мы скажем, так или не так. Строители не подчиняются дизайнеру, у них свой договор, у дизайнера свой договор, но в общих интересах это сделать и показать. Если этого не происходит, ну, что поделаешь, строители будут вынуждены переделывать за свой счет. Если это ошибка дизайнерская, ну, значит, дизайнер должен как-то это регламентировать. Но дизайнеру очень сложно ошибиться на авторском надзоре, потому что, ну, он в основном смотрит и контролирует. Ошибка может быть у комплектатора, когда пришло что-то не то, и за это приходится платить студии комплектатору. Ошибка может быть у управляющего стройкой, который тоже там что-то пропустил. За это тоже, естественно, приходится платить. В процессе строительства вы наблюдаете авторский надзор всего один раз в неделю, да? Но за неделю можно сделать довольно много работ, и у строителей возникают вопросы буквально каждый день. И как вы делаете так, чтобы все-таки минимизировать ошибки в процессе строительства, чтобы в течение этой недели свести, можно сказать, неправильные решения к минимуму? Ну, строителям, да и любым специалистам, дай волю, они будут хоть каждый час, они единственное желание, чтобы дизайнер прямо вот тут был, у них возник вопрос, они ответили. Это решается все очень просто, решается планированием и профессионализмом. То есть, если ты понимаешь, что у тебя следующее окно через неделю, то ты запланируешь эта работа строителей или прораба, планируешь свою работу так, чтобы все моменты распланировать так, чтобы была работа до следующей недели. Если он это умеет делать, то это хорошая организация, хорошая компания, и, скорее всего, они справятся. Если он делать этого не умеет, то качество такой работы, я не говорю о технической составляющей, там могут быть специалисты с золотыми руками. Но если у них организация хромает, им придется постоянно платить за свои изменения, за свои доработки, ну, либо дизайнеру доплачивать, чтобы он просто приезжал. Это не рентабельно, поэтому единственное, что можно здесь делать, это объяснять строителям, ну, либо как это рекомендуется делать, вести проект, либо брать таких строителей, которые уже умеют это делать. Стас, большое тебе спасибо за то, что ты нам показал свой объект, рассказал, как вы ведете свою работу. Если кому-то станет интересны подробности, приходите к Стасу на курс. Все подробности своего авторского надзора, а также комплектации, а также надзора за строительством, он вам все это расскажет. Вы получите детальнейшую и документацию, документацию и информацию. А на этом сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое. Пока.